15 мая отмечается день рождения российского Красного Креста. История организации началась аж в XIX веке с обороны Севастополя в 1854 году и связана с именем Даши Севастопольской, первой сестры Милосердия, работавшей вместе с выдающимися русскими хирургами, в том числе Николаем Пироговым. Позднее Россия присоединилась к Женевской конвенции. И тогда же, 15 мая 1867 года, государем императором Александром II был утвержден Устав Общества о попечении о раненых и больных воинах. И с этого момента Россия стала одной из первых стран в мире, где было создано Общество Красного Креста. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. В настоящее время Российский Красный Крест является одной из старейших общественных организаций, которая имеет сеть региональных отделений на территории России. В состав Тверского областного отделения входит 28 местных подразделений. Продуктами оказываем помощь. Также у нас есть беженцы, которые к нам обращаются за помощью. И мы всем, кто в ней нуждается, мы стараемся всем помочь. Мы выиграли президентский грант «Возрождение службы Милосердия». Значит, в этот грант входит оказание обслуживания одиноких больных на дому. Это у нас Андреаполь, Бежицк, город Тверь. У нас также средства реабилитации выдаются всем нуждающимся. В Оржеве, в Бежицке, в Твери, в Кимрах. Люди под опекой у нас находятся на протяжении всего времени. С сотрудниками и волонтерами Красного Креста ежедневно проводится работа по оказанию помощи нуждающимся жителям региона. И вряд ли наступит тот день, когда их помощь перестанет быть нужна. В день рождения Российского Красного Креста мы решили спросить у тверичан, что они знают о деятельности этой организации. Благотворительность очень нужна, чтобы людям помогать нуждающимся. Несомненно, организация Красный Крест важна, потому что благотворительные вещи для нуждающихся и, например, беженцев действительно нужны и важны. Они обеспечивали, как я помню, оборудование медицинским, медикаментами. На самом деле сейчас довольно много напыщенной волонтерской деятельности, на которой люди идут ради каких-то бонусов. Это помощь на добровольной основе, я считаю, хорошо. Ну, помощь всем нуждающимся – это, в общем, благородное и нужное дело. Красный Крест – это хорошая организация? Они делают добрые дела. Большинство прошлых тверичан хорошо осведомлены о том, чем занимается Красный Крест, и считают этот труд важным для общества. Деятельность Тверского отделения осуществляется по следующим направлениям. Молодежный Красный Крест – формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, проведение городских соревнований, школьных санитарных постов, участие в районных играх «Безопасное колесо» и «Орленок». Пропаганда и организация безвозмездного донорства крови и ее компонентов, награждение доноров крови нагрудным знаком «Почетный донор России». Оказание медико-социальной помощи одиноким, престарелым, больным гражданам, инвалидам войны и труда, силами медсестер милосердия. Оказание помощи малоимущим и другим нуждающимся слоям населения области. Профилактика и борьба с распространением социально значимых заболеваний. Хочу, пользуясь случаем, поздравить всех коллег с этой датой, волонтеров, активистов, почетных доноров, всех сопричастных к Красному Кресту. Я от всего сердца поздравляю с этой датой. Я хочу пожелать вам здоровья, благополучия, удачи, чтобы в ваших сердцах всегда была доброта, любовь и гуманизм. Вся многогранная деятельность Красного Креста имеет общую цель. Беспристрастно и бескорыстно помогать тем, кто в беде. Предотвращать и облегчать человеческие страдания, оказывать гуманитарную, материальную и морально-психологическую помощь всем нуждающимся.